Морской салон 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 где занял второе место. Создан он для нахождения обломков кораблей и самолетов и других экологических и промышленных задач. На аппарате установлены четыре камеры, то есть две из них аналоговые поворотные на 360 градусов и две цифровые. Цифровые камеры для какого-то распознавания и каких-то других задач. Судостроительный комплекс «Звезда» – один из лидеров на Дальнем Востоке. На выставке представили существующие и будущие суда, а также пообщались с коллегами из других регионов. К слову, для них участие в морском салоне уже можно назвать успешным. Контракт с одной из крупных компаний подписан. Все модели, которые здесь представлены, эти модели в скором времени будут уже не моделями, а готовыми судами, которые будут борозить просторы океанов. По мнению организаторов, выставка поспособствует продвижению России в сфере судостроения, продемонстрирует российские мегапроекты в освоении мирового океана, привлечет зарубежных заказчиков и инвесторов, а также поможет развитию судостроительного кластера на Дальнем Востоке. Помимо деловой программы, морской салон также богат и культурный. Так у жителей и гостей Владивостока появилась возможность совершенно бесплатно посетить легендарные парусники «Надежда» и «Паллада». В бухте «Золотой Рог» целый парад из восьми кораблей. Среди них, кроме знаменитых парусников, танкер литового класса «Роснефть Сахалин», гидрографическое судно «Виктор Фалеев», новейший корабль Тихоокеанского флота «Корвет Совершенный». Художники даже успевали делать зарисовки, пока есть возможность видеть корабли во всей их красе. А кто-то снимал многочисленные селфи и фотографии на фоне парусников. А это, пожалуй, самая интересная часть морского салона для тех, кто не связан с судоходством. У горожан и гостей большой ажиотаж вызвали «Надежда» и «Паллада». Все хотели попасть на борт фрегатов, ну а после делились впечатлениями от увиденного на парусниках, знаменитых своими кругосветными путешествиями. «Первый раз на «Палладе» очень понравилось, вообще первый раз на каком-либо корабле». «Впервые посещаем эти парусники, масса эмоций. Я сама взрослая, тетя, можно сказать, но эмоции, как у ребенка. Ребенку тоже понравилось. Он у нас любит корабли, увлекается, поэтому...» «Читальник часто смотрю». «Очень интересно». В ходе культурной программы гости увидят театральные премьеры, концерты, экскурсии, выставки. Морской салон стал авторитетной площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов военно-морского сотрудничества России и стран Юго-Восточной Азии в сфере кораблестроения и военного судоремонта. А для Владивостока это еще один повод занять топовые позиции в рейтингах городов. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.